Некоторые люди, к примеру, ну я пока там намаз не буду читать, я потом могу. Он говорит, ну ты пока тогда не дыши. Смысл намаза в чем заключается? Три смысла. Прославлять тазбих, возвеличивать талым и шукур, благодарить Аллаха. После намаза не нужно подскакивать, какие-то у всех срочные дела, отвлекаться на телефон, игрушки и так далее. От одного до намаза до другого, вот это время, это как некий отрезок, в который Всевышний Аллах проявляет свою милость, бесконечные дары. Хвала же Аллаху, когда застигает вас вечер и когда застигает утро. Ему хвала в небесах и на земле, и вечером, и когда вас застигает полдень. «О брат, ты спрашиваешь у меня о смысле назначения данных определенных времен совершения пятикратного намаза». Из очень многих смыслов здесь мы укажем лишь на один из них. То есть для верующих людей молитва предписана в определенное время. То есть есть еще другой аят, сейчас его прочитаем. «Инна салата кянет аляль-му'менина китаба маукута». То есть воистину намаз, то есть саля, предписан верующим в определенное время. То есть китаба маукута. То есть и здесь задается вопрос и раскрывается именно мудрость, в чем, почему именно эти времена намаза. То есть почему именно утром, в обед, асар, магриб и иша, то есть вечерняя и ночная молитвы. «Да, подобно тому, как время каждого из пяти намазов является началом важного переходного состояния». То есть, что интересно, получается вот эти пять времен намаза, которые предписаны верующим, они являются чем? Внимательно слушайте. «Являются началом важного переходного состояния. Так и в связи с тем, что оно является грандиозным зеркалом божественного распоряжения и отражателем всех божественных милостей в этом распоряжении. В эти времена повелено совершать намаз». То есть, совершать намаз. То есть, именно получается, что вот эти времена намазов и их промежутки можно назвать своеобразными зеркалами, в которых проявляются особые милости Всевышнего Аллаха. То есть, какие-то этапы. И поэтому в эти времена предписано еще больше уделять внимание, чему именно восхвалению Аллаха, размышлению и так далее. То есть, еще больше в эти часы освящать и возвеличивать всемогущего и благодарить и возносить ему хвалу, получается, за сумму всех бесчисленных благ, накопленных между двумя временами совершения намаза. То есть, от одного до намаза, до другого. Вот это время — это как некий отрезок, в который Всевышний Аллах проявляет свою милость, бесконечные дары. И поэтому, как бы, как некими, как сказать, упорядоченное поклонение, ты, получается, каждое время, ты мирскую жизнь как будто ставишь на паузу и уделяешь время тому, что ты осознаешь все вот эти дары Аллаха и осознанно благодаришь Творца. То есть, восхваляешь его, возвеличиваешь. Чтобы в некоторой степени понять этот тонкий и глубокий смысл, необходимо послушать вместе со мной следующие пять особенностей. Так вот, особенность первая. В общем, смысл намаза в чем заключается? То есть, смысл намаза, он заключается в трех смыслах. То есть, это первое — прославлять тазбих, возвеличивать таудым и благодарить шукур Всевышнего. Три смысла. Еще раз, прославлять тазбих, потом возвеличивать таудым и шукур, благодарить Аллаха. Что значит, преклоняясь перед его могуществом, то есть, видя его могущество и преклоняясь перед его могуществом, своим словом и действием произнести, Субханаллах, что Аллах свят от недостатков. То есть, этим самым словом мы что делаем? Мы прославляем Всевышнего Аллаха. Затем, преклоняясь перед его совершенством, духовно и физически говоря, Аллаху Акбар. Да, то есть, вот смотрите, даже в совершенстве, вот слово Аллаху Акбар у многих больше ассоциируется с чем? Больше как бы с могуществом как будто, правильно? Так же, то есть, когда Аллаху Акбар, многие как бы, как будто это слово больше относится к могуществу. А смотрите, нет, смотри. Преклоняясь перед его совершенством, то есть, Аллаху Акбар относится к совершенству Всевышнего Аллаха. Что это означает? Он не просто велик, а Аллах превыше этого. Вот, к примеру, ты, вся твоя жизнь состоит в том, что ты, к примеру, познаешь Аллаха, тебе что-то открывается и так далее. И на каком бы этапе познания, к примеру, Всевышнего Аллаха, тебе что-то открылось, ты, к примеру, реально что-то понял. Вот это слово Аллаху Акбар тебе говорит Аллах выше этого. Даже вот, что бы ты не достиг, как бы ты не понял. Понял, да? То есть, Аллаху Акбар. То есть, Аллах выше этого, выше этого, да, То есть, человек не имеет права в своей голове допускать, что как будто он Аллаха уже как бы познал. Понял, да? То есть вот это слово Аллаху Акбар, оно всегда показывает человеку, что познание, вот это осознание каких-то вещей относительно Аллаха безгранично. Ты не можешь сказать, вот все, я вот что-то типа познал, вот это вот так. Аллаху Акбар, то есть Аллах выше этого, Аллах превыше этого. Понимаешь, да? То есть получается, Аллаху Акбар относится к чему? К совершенству Всевышнего, да, его вот этому совершенству. Аллаху, возвеличивая его этим словом и преклоняясь перед его красотой, выражая сердцем, языком и телом слово Аль-Хамду Лилла, благодарить его. То есть красота Аллаха в чем заключается? В его милости, в его щедрости, да, как он одаривает, какую он проявляет милость, да, какую щедрость. Это все духовная красота Всевышнего. И мы, созерцая, понимая в дарах, видя вот это, мы говорим, что Аль-Хамду Лиллах. Это не переводится просто Хвала Аллаху. Представляешь? А это целый абзац, чтобы перевести только исходя из грамматики. Это еще не говорим, там, какие-то богословские смыслы, да, там, и так далее, и так далее. Просто грамматика арабского языка требует, чтобы ты это слово на русский язык перевел как минимум абзац. И вот в Миктубате есть эти места, где Устаз показывает примеры, да, то есть настолько арабский язык, а помимо этого, это же не просто арабский язык, а это арабский язык, через который Всевышний Аллах не спослал откровение, которое является чем? Чудом, имеющее бесконечные смыслы. И кто-то, если заявляет, что можно просто перевести, это заблуждение. Так вот, значит, смотрите, когда мы задаемся вопросом, в чем смысл намаза, в чем смысл поклонения, если кратко выразить, в чем? В трех вещах. И мы это закрепляем после намаза. После намаза мы какие слова говорим? То есть как раз мы эти три слова и говорим, потому что они составляют основу ибадата, основу намаза или там по-арабски соля, да. Так вот, стало быть, прославление, возвеличивание и благодарение выступают в качестве, как будто, как сказать, основ намаза. Основы намаза. И вот поэтому эти три основы присутствуют практически во всех движениях и формулах намаза. И в связи с этим, после совершения намаза, чтобы упрочить и закрепить вот эти смыслы намаза, данные священные слова повторяются по 33 раза. То есть в этом смысл зикра, то есть вот этих аскаров после намаза. Для того, чтобы ты именно... Потому что, к примеру, в намазе ты не можешь там какое-то умственное, как сказать, размышление делать и так далее, потому что это повредит хузуру, да, присутствию Творца. В намазе ты просто вот эти, как сказать, краткие смыслы тебе достаточны. Но как раз на тазбихате, когда ты сидишь, размышляя, да, то есть делая эти тазбихи со смыслением. Не просто чисто зикр, а со смыслением. К примеру, Бадюзаман, знаете, да, как он делает зикр? Он там, Субханаллах, Субханаллах. Не как мы... Понимаешь? И что самое интересное, если вы читаете Ресальнур, вы заметите, что в большинстве случаев устаз говорит, что именно во время тазбихата мне пришло какое-то там, открылось что-то. То есть он именно, размышляя во время тазбихата, Аллах ему вдохновлял какие-то моменты, да? То есть вдохновлял моменты, которые открывали ему какие-то смыслы, да? Поэтому что? Когда мы после намаза, это особенно касается молодежи и так далее, да, и всех. После намаза не нужно подскакивать, какие-то у всех срочные дела, отвлекаться на телефон, игрушки и так далее. Мы должны понимать, что практически вот этот тазбихат после намаза, это продолжение самого намаза. И много есть хадисов и указаний на то, что мы должны, пророк Мухаммад сказал, что тот, кто не сходя с места, там еще в некоторых хадисах говорится, не разгиная ног, продолжит, да? То есть ему там такие вознаграждения, там много перечисляется, чего, да? То есть и говорится, что как будто он продолжает намаз. Так вот, смысл намаза закрепляется именно данными, краткими основами, вот этими формулировками, как бы концентрированными вещами, да? Особенность вторая. Смысл поклонения заключается в следующем, да? То есть вот здесь очень внимательно нужно это слушать, потому что здесь именно идет разъяснение вообще намаза. Еще раз. Смысл поклонения заключается в следующем. Представ перед Господом, понимать в первую очередь свои недостатки. Потому что первое же слово, которое мы говорим после намаза, это что? Субханаллах. Что Аллах причист. Но ты это через что понимаешь? Через свои недостатки. Понимаешь? То есть поэтому мы, представ перед Господом, в первую очередь должны осознавать свое несовершенство. Да? То есть свою слабость, свою бедность перед Аллахом, свои грехи, недостатки и так далее, и так далее. Должны понимать свои недостатки, беспомощность, бедность и с преклонением и любовью совершить перед Его божественным совершенством и могуществом, милостью саджда, то есть земной поклон. То есть почему, к примеру, в арабском языке вот это, есть же в формуле «Ля Иляха Илля Аллах». Вот Илях — это кто? Бог. Не просто Бог. А тот, кому поклоняются именно с любовью. То есть есть, к примеру, отличие. К примеру, Мабуд — Мабуд — это тот, кому поклоняются. А именно Илях — Илях — это тот, кому поклоняются с любовью. Именно осознавая перед Творцом вот эту свою нужду и через эту всю нужду, почему так важно, к примеру, осознавать свою слабость и бедность перед Творцом. Потому что, осознавая это, ты будешь понимать, что тебе дано. Как у Вейсель-Карани в дуаже есть, говорит? Говорит, я вижу, что в руки моей бедности даровано такое богатство. То есть осознавая свою бедность, ты понимаешь, что «Фэй, Субханаллах!» Что мне Аллах дал? Осознавая свою слабость, ты видишь проявление могущества на тебе, что Аллах как тебя защищает, как Он тебе все подчиняет, какие Он тебе силы подчиняет, которые тебе служат. Правильно? То есть поэтому это очень важно. И ты, осознавая это, видя все эти дары, проявление этой милости, этого могущества, Аллах, разве ты после этого не будешь Ему поклоняться с любовью? То есть, подобно тому, как господство, божественная забота требует поклонения и повиновения. То есть, смотрите, одна сторона. Почему мы должны поклоняться Творцу? Потому что мы видим со стороны Его божественную заботу о нас. Он нас создал, как Он всем обеспечил, как Он нам все дает и так далее. Это такие бесчетные дары. Это один момент. Но также говорит, что Его святость и совершенство требуют, чтобы раб Божий, видя свои собственные ошибки и недостатки, моля Всевышнего о прощении своих грехов тазбихом и священным словом Субханаллах, объявил о том, что Его Господь чист, свят и далек от всех изъянов, от ложных и нелепых суждений, заблудших и от всех недостатков и пороков вообще созданного мира. Понятно, да? То есть как бы два момента здесь есть. Один, мы поклоняемся, потому что видим Божественную заботу, то есть все эти дары Аллаха. Второй момент, почему мы поклоняемся? Потому что мы видим Его совершенство. И особенно мы это ощущаем, Его совершенство, понимая свое несовершенство. К примеру, элементарно, когда человек чем-то занимается, просто, к примеру, что-то организует. И ты сам понимаешь, сколько в процессе у тебя возникает недочетов, не продумал, там не получилось, здесь косяк, от этого кто-то пострадал. Ты с этой своей деятельностью, это же тебе дано как некий образец для того, чтобы ты понимал и перекладывал это и понимал, что а как Всевышний Аллах все организовал, за всеми ухаживает, идеально. Да, вот здесь там сколько человек для каждого нужно и приготовить, и место, где поспать, и белье, и то, и пятое, и десятое. У Всевышнего Аллаха сколько созданий? Триллионы, триллионы. И у всех свое пропитание, своя одежда, свое то, 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 то. И посмотри, каждому идеально, в идеальном виде все дается. Поэтому мы, видя вот это его совершенство, мы говоря словами Субханаллах, мы перед ним совершаем земной поклон. В земном поклоне что мы говорим? Аля. То есть, именно мы во всех вот этих движениях что говорим? Субхана Робби Аля. Субхана Робби Аля. Да? То есть, именно со словом Субханаллах связано. То есть, Аллах свят. Свят мой Господь высочайший, мой Господь величайший и так далее. Робби это Господь. То есть, тот, кто заботится. Вот, видишь, даже в самих, он же сказал, во всех формулах есть вот эти смыслы. И вот смотри, Субхана Робби, то есть, говорит, с точки зрения его совершенства мы ему поклоняемся, это выражает слово Субханаллах. И Робби, его господство, его забота о нас. Понимаешь? То есть, он же не просто так, говорит, во всех формулах, движения и словах намаза присутствуют эти смыслы. Аля это, что Всевышний, он возвышенный, бесконечно. Имеется в виду, не в смысле высоко, а возвышен. К примеру, как пример, можно что привести? Вот, в одном месте Бадюзаман объясняет, к примеру, уровни существования. Да? То есть, есть уровни существования. К примеру, смотрите, возьмем, к примеру, уровни существования, к примеру, вот, наша реальность, да? И, к примеру, сон. Сон же, по сути, он тоже как бы существует, но он существует как бы на другом уровне, правильно? И что интересно, в этой реальности сон, в какой промежуток проходит? Говорят, что там как типа вспышки. Но человек во сне видит эту вспышку, грубо говоря, сколько там? Может жизнь прожить. У нас один брат, он прожил во сне 60 с лишним лет. Сон, он в нем жил 60 с лишним лет. А в реальности это... То есть, смотри, тот уровень бытия по сравнению с этим, насколько, да, то есть здесь это секунда, а там это... Точно так же, как, к примеру, вот в компьютере, да, к примеру, у тебя есть проект, к примеру, какого-то здания. К примеру, ты же не можешь сказать, что, к примеру, проект не существует. Он существует. Но он существует где? В виде просто информации. Для того, чтобы разрушить этот проект, тебе просто достаточно будет кнопку нажать, и он... Да? Но, к примеру, если этот проект воплощен в этом мире, в виде здания, ты сможешь так легко убрать? Понял, да? То есть, разные уровни существования. И то, что находится на более низком уровне существования, тебе с этого уровня, там очень легко его... То есть, тебе там... Понял, да? регулирует. Вот теперь посмотрите. Вот с этой точки зрения, посмотрите на слово а-ля. То есть, священности на бесконечного... Для него наши уровни существования, то есть, ему на нашем уровне существования, создать, говорит, атом и создать солнце одинаково. Вот как тебе, там, к примеру, как вот ты в компьютере делаешь, да, точку, да, и там нарисовать круг. Ну, в принципе, то есть... Ну, это как пример, чтобы понятно было, да, то есть, когда мы говорим, что Аллах возвышен, это не в том смысле, что он астафировал где-то там наверху, там, в какое-то... Как направление. Нет. Имеется в виду, с точки зрения вообще своего существования, его существования, говорит же, устаз говорит, ваджибуль вуджуд. То есть, оно необходимо сущее. А наше имкан, то есть, наше вероятное существование. То есть, мы можем существовать, можем не существовать. Аллах ваджибуль вуджуд. И поэтому для его уровня существования, все остальные уровни существования как будто не существуют вообще. То есть точно так же, как мы можем сказать, что в принципе сна не существует в том виде, который мы здесь воспринимаем. А Аллах в бесконечной степени возвышен в этом отношении, во всех. То есть поэтому это не нужно думать, что как мы, причем как некоторые заблудшие даже секты в исламе есть, они воспринимают, что Аллах где-то сверху, как будто там есть какое-то направление, но это глупость. То есть Аллах имеется в виду бесконечно возвышен. Как вот это метафорически, к примеру, какая-то ситуация произошла, я к примеру тебе говорю, да Рамадан, будь выше этого. То есть я же тебе не говорю, что поднимись на лестницу и стань выше. То есть имеется в виду выше будь этой ситуации, как бы ментально, морально и так далее. Понимаете, да? То есть есть вот такие слова, которые мы используем и все понимают смысл. Никто же не понимает это в буквальном смысле. Такой, а в натуре пойду-ка я на лестницу поднимаюсь. То есть не в этом смысле, правильно? Так вот, при этом, дальше, при этом абсолютное могущество господства требует, чтобы раб Божий, понимая собственную слабость, а также беспомощность всех созданий, в изумлении и восхищении перед величием знамений божественного могущества, произнося Аллаху Акбар, со смирением и покорностью, совершив руку, поясной поклон, обратился к его помощи и уповал на него. Смотрите, там в начале было, что Аллаху Акбар связано с совершенством. Здесь еще он связывает все равно тоже с могуществом. Потому что, говорит, здесь, видя в своей слабости, в своей нужде, точно так же и с нужду всех творений в Творце, мы должны, возвеличивая знамения божественного могущества, понимая, что Аллаху Акбар, насколько он реально всемогущий, и должны с этим, как бы, обращаться за его помощью, с этими словами Аллаху Акбар, и уповать на него. «Помимо того, неиссякаемая сокровищница милости, божественной заботы требует, чтобы поклоняющийся раб языком молитв и обращений выразил свои собственные потребности». Понятно, да? То есть, именно Аллах бесконечно богат, бесконечно милостив, бесконечно щедр и так далее, и так далее. И раб, и мы же реально нуждаемся в его дарах, реально нуждаемся, правильно? К примеру, даже те люди, как вот один брат мой есть, да, то есть, он так интересно. Некоторые люди, к примеру, ну, я пока там намаз не буду читать, там, я потом могу. Он говорит, ну, ты пока тогда не дыши, не пей, не ешь. Можешь без этого? То есть, дары-то ты любишь, ты хочешь, ты в них нуждаешься, ты не можешь без них. А когда тебе говорят, ну, так ты благодари, ну, я потом. Понимаешь? Поэтому мы, это понимая, все эти дары Всевышнего Аллаха, также, святым словом, аль-хамду лиллях, объявляем о милостях и благодеянии своего Господа. То есть, именно, когда мы это говорим, аль-хамду лиллях, да, мы что? Мы объявляем о милости Аллаха, мы понимаем, что это его заслуга. Потому что, вот этот артикуль аль в слове аль-хамд, аль-хамду лиллях, аль-хамду лиллях, что означает артикуль? Что вся хвала, которая когда-либо была, которая когда-либо будет, которая сейчас есть, которая когда бы, от кого бы не сходила в отношении кого-либо, принадлежит только ему. Потому что лиллях, только он достойный этого. Стало быть, совершаемые во время намаза, смотрите, совершаемые во время намаза, движения, произносимые святые слова, читаемые молитвы заключают в себе вышеуказанные смыслы и поэтому установлены со стороны Всевышнего. Это ответ на вопрос, иногда многие здесь тоже задают вопросы, что типа мол, ну а почему я намаз не могу читать как-то по-другому, на другом языке? Ты не сможешь на другом языке выразить все эти смыслы. Как мы уже сказали, то есть наоборот, это тебе еще больше усложнит. Или здесь тебе нужно произнести одно слово аль-хамду лиллях, или тебе придется произносить целый абзац. Да, то есть, а в итоге весь намаз у тебя просто уйдет, если ты обычный намаз будешь читать за пять минут, то намаз на своем языке, чтобы выразить все эти смыслы, у тебя уйдет там несколько часов. И что тебе выгоднее? И то, конечно, ты все смыслы не сможешь выразить. Поэтому, говорит, все движения, все формулы, все формулировки и слова намаза, они установлены со стороны Творца, потому что они в себе несут вот такой, как можно сказать, концентрат. То есть, такие глубокие смыслы. Смотрите, подобно тому, как человек является уменьшенным примером Великой Книги Вселенной. Всевышний Аллах, как в Куране говорит, кто такой человек? Ахсень Токвим. Что такое означает Ахсень Токвим? Самый лучший. Да, то есть, собранный. Совершенно. То есть, человек является каталогом Вселенной. С какой точки зрения каталогом? С точки зрения проявляющихся во Вселенной всех имен Создателей. То есть, все то, творчество, все свои имена, качества и деяния, которые Аллах отразил во Вселенной, он точно так же отразил в одном человеке. Теперь, смотрите, человек является чем? Концентратом. То есть, человек это как концентрированная вещь во Вселенной. Маленькая, но концентрированная. Теперь, благословенная Фатиха чем является? Она является концентратом Курана. Потому что, говорит, весь Куран зашифрован в Фатихе. То есть, человек, концентрат Вселенной. Фатиха является концентратом чего? Курана. То есть, неким светлым воплощением Великого Курана. И намаз является сияющим каталогом, который включает в себя всевозможные виды поклонений. Является святой схемой, показывающей разные виды поклонений всякого рода созданий. То есть, смотрите, как вот есть же там кофе три в одном. Здесь так же получилось. Человек-концентрат, Фатиха-концентрат и намаз является концентратом, то есть, неким сборником всех видов поклонений. В намазе есть пост? Да. Есть. Ты в намазе имеешь право пить и есть? Даже пост зрения есть. Понимаешь? Пост зрения есть. Пост речи ты не имеешь права другое что-то произносить. То есть, понимаете, да, все там движения стоячие, да, то есть, как некоторые создания стоят так, некоторые там, как животные так, некоторые так, так. То есть, все движения, все формулы, все слова намаза, это некая святая схема всех видов поклонений. Понимаете? То есть, получается, человек является концентратом вселенной, Фатиха-концентратом Курана, намаз является концентратом всех видов поклонений. Особенность четвертая. И этапы человеческой жизни, исчисляющие часы, и эпохи, и жизни вселенной, исчисляющие дни, будут зависеть друг от друга и являются примерами друг друга. Занимать положение и напоминать друг друга. То есть смотрите, в часах какие стрелки есть? Секундная, минутная, часовая. Правильно? Есть еще на некоторых часах дни делают, недели. То есть такие модные часы всякие. Теперь смотрите. Эти секундная стрелка, когда ты на нее смотришь, она пробегая круг, она символизирует, что есть минутная стрелка, которая тоже когда-то пройдет этот круг. Потом часовая пройдет и так далее. Точно так же, если мы подобно этому примеру посмотрим на вселенную, вселенная является тоже своеобразными великими часами. Где дни, дни наши обычные, это как секунды этой вселенной. То есть день, это секунда вселенной. Потом что? Этапы человеческой жизни, вернее, годы исчисляющие минуты, потом этапы человеческой жизни исчисляют часы, эпохи в жизни вселенной исчисляют дни. И они будут зависеть друг от друга и являются примерами друг друга. Занимать положение и напоминать друг друга. Например, смотрите с этой точки зрения, в чем мудрость, вот здесь он раскрывает, в чем мудрость назначения именно вот этих времен намаза. Фаджр. Фаджр, кто знает, что такое фаджр? Это утренняя молитва. Смотрите. Фаджр, то есть рассвет до восхода солнца, что он будет напоминать? Что он нам напоминает? Начало сатанины. Будет походить на начало весны. И потом дальше. На мгновение, когда человек попадает в материнскую тропу. Дальше. Будет напоминать первые из шести дней сотворения небес и земли. И получается, что вот это время назначения этого намаза нам начинает напоминать о всех тех милостях, которые находятся вот в этих периодах. Весна. Попадание человека в утробу матери. Первый день сотворения земли и небес. Сколько милости там? Во всех этих этапах. Понимаете, да? Поэтому напоминает нам о божественных деяниях в этих периодах. Затем время зухар. Зухар это что такое? Это полдень. То есть солнце, когда переваливает через зенит. На что нам будет напоминать вот этот обеденный намаз зухар? Будет указывать на середину лета. На зрелую молодость. На эпоху в жизни человека, когда был сотворен именно человек. И напомнит о проявлениях божественной милости и об изобилии в них божественных благ. Поэтому почему практически, к примеру, обеденный намаз самый практически длинный. Потому что самое такое яркое проявление всего идет. Затем время асар. То есть это предвечерняя молитва. На что она будет походить и напоминать нам? Она будет походить на осеннюю пору. Потом на приход старости. А также на век счастья. То есть время жизни пророка Мухаммадов. То есть вот это последнее время жизни человечества. То есть так называемый Ахиризаман. Последнее время. Понятно, да? Поэтому с этой точки зрения, когда мы говорим, читая суру как раз Аль Асар. Там что сказано? Валь Асар инна ль инсана ля фехуср. Так вот, смотрите. Валь Асар. То есть вообще Асар, да? Это можно сказать, как Всевышний Аллах как временем клянется. И еще большее указание именно на наши времена. То есть вот это время, в которое пришел пророк Мухаммадов до конца времен. И говорит, в это время, валь Асар инна ль инсана ля фехуср. Все люди находятся в убытке. Поистине говорит, инна ль инсана ля фехуср. То есть все люди в убытке. И делается исключение. Илля ләзіна аману ва амилу ссалихат. То есть все люди находятся в убытке с точки зрения времени. С точки зрения вот этого последнего времени. да то есть она настолько будет жесткая так скажем да и страшно что все люди будут находиться в убытке кроме кого кроме тех кто уверовали аману в в амилу соли от потом следующее ватова саубин хак и ватова сауби собр и те которые заповедали друг другу истину и заповедали друг другу не просто терпение многие неправильно воспринимают на арабском слова собр многие думают что это терпение это вот как будто тебя бьют а ты терпишь не в арабском не это имеется ввиду собр это имеется ввиду твое активное действие и постоянство в этом действии понимаете да то есть это не просто ты вот пассивно чего-то терпишь не имеется ввиду терпение при действиях выполняя до то есть ним не пассивное терпение а именно активное терпение то есть именно проявлять терпение в действиях поэтому вот это время ассор она напоминает о чем человеку о том что папа напоминает во первых осень потом приход старости потом век счастья когда вот это человечество пришло вот к этому последнему времени пророк мухаммад и сам пришел да уже как бы касать итоговое такое подведение и напомнит о божественных деяниях и милостях в них время магри да это что это вечерняя молитва которая после захода солнца своим напоминанием об исчезновении в конце осени очень многих созданий то есть конец осень уже вот перед зимой когда уже умирают создания потом о смерти человека об упадке перед к скончанием мира на то есть упадок произойдет фасад человечества перед концом света и в разуме человека о проявлениях божественного могущества и величия и разбудить человека от сна беспечности и предостережет его то есть почему к примеру магрида многие к примеру посунни там зикры и так далее они начинаются именно после магриба потому что вот это состояние что солнце зашло на все создания погрузились темноту как будто исчезли да то есть и это все человеку как бы напоминает о тех состояниях которые его ждут что ты уйдешь могилу что все тебя покинут и так далее и вот это почему там когда вот эти мечтаем после вечернего намаза да то есть и сам тазбихат на намазе тоже меняется да то есть это формула до 11 слов для и лаги лагу агда гуля шарикана на мульку на мульку на мульку и его митова хайу на муд биаде на веру холок кулишин кадир то есть потом эти зикры которые есть там да то есть по 33 раза и так далее то есть именно потому что само состояние тебе напоминает об этом да то есть ты должен вразумиться и по сути это что указание на движение как бы как некое предостережение человека то есть предостережение перед чем почему к примеру вечером потому что к примеру скоро ночь и ты ляжешь спать у тебя есть гарантии что ты вообще проснешься то есть горит же что твой сон это как младший брат смерти ты можешь уснуть и все и не проснуться поэтому ты должен что перед этим как ты вот как у тебя как близок твой сон также близка и твоя смерть ты должен очнуться ты должен покаяться ты должен осознать многие вещи на время иша то есть время наступления ночного намаза своим напоминанием человеку о чем об укрытии черным саваном мира тьмы всех созданий дневного мира и об окутывании лика усопшей земли белым саваном зимней поры и о скрытии во мгле забвения последних следов человека ушедшего в иной мир а также о полном угасание этого бренного мира являющегося ареной испытаний этот мир является чем арены испытаний объявит о величественном распоряжении всемогущего аллаха ночное же время оповещая о зиме о могиле о мире берзах напомнить человеку в какой степени нуждается человеческая душа в милости всевышнего милосердного господа то есть представь когда-то ты очнешься а вокруг не будет окрашенных стен и так далее то есть ты будешь в могиле если ты сейчас не научился и не приучил себя к общению с создателем то там в могиле у тебя телефон будет на интернет будет будет игрушки будут сейчас нужно учиться находить радость в общении с творцом сейчас нужно научиться на вот этих уроках получать наслаждение от этих истин а что если ты здесь сейчас это не научишься вот как мирской человек когда он попадает в тюрьму он мучается то от чего от того что у него забрали вот это все развлекалово которому он привык а если человек к примеру привык не к развлекалову а он больше жил как бы внутренним миром до обогащался внутренне его интересуют другие там смыслы и так далее то для него там неважно это тюрьма будет там или то есть для него это так не будет точно также человек который научился познавать аллах общаться да то есть ему вот эти темы при приятны то есть вот этот внутренний мир не внешне он живет все время за кем-то зачем-то следят там развлекаясь и тогда а ему именно интересны вот эти смыслы то и тогда ты в могиле ты не будешь мучиться потому что твой как бы внутренний мир будет богат может горит расширь наше место там то есть расширь место это чтобы у тебя твой мир был широкий на внутренний этот духовный мир и так далее то есть человек должен вот в это ночное время понять насколько ты нуждаешься в милости аллаха а ташахут это ходжут намаз в ночное время оповестить и напомнить человеку о том насколько необходимым светом является он во мраке могиле и вам и во мгле берзаха это как раз всем тем кто спрашивает до смысл то ходжут намаза то ходжут намаз именно к очень большую блага приносит человеку именно в берзах и в могиле и так далее и с напоминанием внутри этих всех поворотов переходов о бесконечных благодеяниях великого истинного благодетеля объявит в какой степени он достоин благодарения и восхваления то есть вот эти все периоды пусть там весна лето осень зима потом дневные периоды да потом периоды в жизни человечества периоды в жизни вселенной во всех них есть же проявление божественной милости и получается тебе упорядоченно это все преподносится чтобы ты осознавая благодарил аллах да то есть второе же утра она на чем о чем она напоминает она напоминает об утре хашера то есть воскрешение из мертвых да насколько очевидно необходимо и бесспорно наступление утра после этой ночи весны после этой зимы настолько же определенным является и утра хашера и весна барзаха стало быть подобно тому как каждая из данных пяти времен назначения до вот этих намаза состоит во главе стоит во главе значительного переходного состояния и напоминает о великих трансформациях превращения таким же образом и знамениями великих ежедневных распоряжений божественного могущества она напомнит о годовых вековых эпохальных чудесах могущества и дарах божьей милости значит фарз намазы являющиеся главной естественной обязанностью человека основой поклонения и безусловным долгом в данные времена очень уместны и целесообразны аль-хамдул-лях аль-фатиха ма ас-салава